Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети. Вот они, мои красавцы. Им тут тепло, хорошо. Мама их кормит. Смотрите, какие карапузы. Не сглазить. Смотрите, какая красота. Как быстро они растут. Какие хорошие. Мама накормилась, чтобы она нас сейчас не отвлекала. И я тем временем покажу малышей. Покажу, какие они хорошие у нас. Какие умнички. Смотрите, это девочка. Хорошая девочка. Очень крупная, красивая. Смотрите, какие бортосики, бубосики. Какие пузики большие. Их кормит еще мама. Они только-только у нас открыли глазки. Еще не полностью. Какие красавчики. Вот это мальчик. Это тигр-мальчик. Он один-единственный такой тигр-мальчик. Две девчонки тигровые. Красавицы. А спиной к вам это мишки полярные. Два медведика, которые вот как рычат. Вот как рычат. Вот какие мордахи. Мишки, идите сюда, мишки. Покажитесь. Покажитесь, мы на вас посмотрим. А, мишки? О, мишки, мишки, мишки. Карапузы. Не, не, не. Не бойтесь. А, какие мишки. Мишки-карапузы. Какие мишки хорошие. Еще один мишка. Мишка-карапуз. Уже пошла активная пигментация носиков. Все сытые. Все, как видите, равненькие. Нету отстающих. Их немного в помете. Ну, а кита так и приносит. Немного в помете. Поэтому они все одинаковые. Все хорошенькие. Вот это девчуля какая у нас. Крупная, большая. Мордочка медведика. Медвежонок, медвежонок. Борсучок. Борсучок. Сиську, сиську, сиську. Сразу сиську. Быстро, быстро, быстро. Сиську. Сиську искать. А то никакие. Красавцы. Выставил малышей на Германию объявление. И, как обычно, сталкиваюсь с довольно-таки неприятным таким ощущением. Почему? Потому что собаке нравятся. Им щенки нравятся. Редкий окрас. Очень все супер. Собаки с документами. Со всем пакетом документов. Мы всегда делаем все в соответствии с ценой. Чтобы все было на высшем уровне. И все было хорошо. Хотя цена у нас не такая уж и высокая. Очень приемлемая. Средняя по. И тоже думал рассказывать вам об этом. Не рассказывать. Много различных эмоций будут. Кто-то за, кто-то против. С чем столкнулся, в общем? Столкнулся с тем, что... Ну, это не первый раз, когда я столкнулся с подобным. Не первый раз, когда наши щенки уезжают в Германию. Раньше возил их даже самостоятельно. Но когда у нас уже стало больше питомцев, не успевая. Столкнулся я с тем, что как только узнают, что мы из России, что наши щенки из России, тут же очень часто отказываются иметь с нами дело. Совсем недавно вот этого пацана, вот этого тигра. Смотрите, какой он рыжеватый и с черненькими полосочками. Хотели зарезервировать семья из Германии. Я не думаю, что нужно называть их имена и фамилии, чтобы не было какого-то там хейта, негатива. Получилось так, что меня набрали, конечно же, иностранный номер, Германия. Я вышел на видеосвязь, на английском языке с ними общался. Рассказал о себе, показал питомник, показал щенков. Все было супер. Тут же они согласились внести залог. Мы формируем так рабочие отношения. Сначала клиенты вносят залог, потом перед отправкой выплачивают в среднем где-то 30-50% от стоимости. И уже транспортировкой занимается курьер, который получает уже дальнейшую сумму. Иногда мы работаем по-другому. Когда нашим родственникам с Германией удобно, и все хорошо, мы отправляем щенков им. Они встречают и дальше уже их по месту назначения транспортируют. И неприятно было тот факт, что как только я уточнил, что мы из России, тут же люди испугались, попросили все деньги обратно. Конечно же, залог мы вернули, хотя можно было и не возвращать все это дело. Но не знаю, почему так случилось. Все это было очень быстро. Вызвонили, нам понравилось, мы влюбились в этого щенка, мы хотим этого мальчика. Все будет хорошо. Вот мы с опытом. у нас два ричбэка. Одна сука получается после очень долгой жизни ушла из жизни. Кобель у них с онкологией головного мозга. Им нужен новый питомец. Мы все это обсудили, все было хорошо. Наверное, они и не задавались вопросом, что мы можем быть издалека. Но тут в чем принцип? Не из-за того, что мы находимся далеко, а только из-за того, что в принципе не хотят иметь дело с Россией, с русскими, все эти политические отношения. Вот это вот все стало проблемой, потому что я сразу же сказал, что мы находимся на северо-западе, что в России. Вот. И когда отменяли сделку, они сказали, что они советовались со своими родителями, со своими близкими, с родными. И те сказали, что лучше не иметь дела с нами. Потому что это Россия, потому что очень высокий риск обмана и прочего. И это было, конечно же, очень неприятно. Конечно же, хочу отметить тот факт, что молодежь сама сложно назвать их прямо к молодежи. Им лет по 35. Они дружелюбно относились, владеют свободно английским, очень культурно и красиво общаются, без каких-либо проблем и прочего. Но вот уже дальнейший разговор с роднёй, дальнейшие какие-то советы с близкими и родственниками и тут же в принципе отозвали деньги и отказались от малыша. Жалко, что так происходит. Это не первый раз. И очень часто действительно именно когда мы имеем дело с более таким старшим поколением. но не будем печалиться и как-то вот всё заканчивать печальной нотой. Очень часто встречаются хорошие, приветливые люди с огромным таким доверием к разным национальностям. Я надеюсь, что ещё не раз наши питомцы поедут в другие страны. Напишите в комментариях, был ли у вас такой опыт, что думаете по этому поводу. Может быть, посоветуете что-нибудь, чтобы в целях какой-то определённой тактики и прочего в дальнейшем работать. Мы вернули, конечно же, залог и предложили даже тот факт, что они расплатятся именно по факту получения щенка. То есть для нас это было очень даже принципиально доказать им, что русские могут иметь дело с гражданами любых стран, что мы честные, добросовестные, очень хорошие бизнес-партнёры, если можно так сказать. То есть мы не кидало и никогда такими не были и с нами действительно можно иметь дело и всё мы будем соблюдать и делать всё как по договорённости. Поэтому даже предложили такое, рискуя тем, что щенок может приехать в другую страну и владелец просто может сказать, что денег нет, выплатить не всю сумму либо выплатить ещё меньше и щенок либо вообще не выплатить и щенок может либо вернуться, либо остаться там за меньшие деньги ещё какие-либо проблемы возникнут. Мы взяли даже на себя эти риски и предложили им подобное, но как-то вот пока мы без ответа. Я думаю, что и этот ролик я тоже надеюсь, что с субтитрами на английском я отправлю им покажу и расскажу свои мысли по нашему вот такому делу. Буду рассказывать, как у нас дела, так как мы начинающий питомник, так как мы стараемся, развиваемся, учимся на своих ошибках. Объявления мы не убирали, так же продолжаем. Я думаю, что всё будет хорошо, люди разные, может быть, через какое-то время сформируем свой авторитет и будем тоже пользоваться доверием. та же работа сарафанного радио. Впрочем, вот всё то, что я думаю. Как видите, малышам всего хватает, они ведут себя очень спокойно, спят. Если бы им было бы как-то плохо или чего-то не так, они бы себя так не вели. на улице нет морозов, помещение у нас хорошее. Вот пришла мама, она поела и пришла. Сейчас мы её пустим, наверное, на место. Ёмм, иди сюда, иди ко мне, ко мне, ко мне, заходи давай. Давай заходи, давай иди в камеру. Давай. Нет, не хочет, не хочет. Она ждёт, думает, что выйдем на улицу, будем играть, поэтому встала в двери и хочет выходить. Огромное спасибо за просмотр, за комментарии, подписывайтесь на канал, следите за нами, за нашими питомцами. Вот она, на нашем мамуле. Красотка, красотка, красотка. Аккуратненько села, сейчас ребятня пойдёт опять в бой, несмотря на то, что вот такие пузаны, они всё равно пойдут в бой. Да, лиса, ты красотка, красотка, красотка. Как видите, мамашка у нас плотная, толстенькая, даже в моменты, когда она кормит такое количество малышей, своих собак мы не обижаем, поэтому всё супер. Я надеюсь, что и в дальнейшем всё так же будет хорошо. вот она у нас какая хорошая, вот она какая у нас толстушка. Да, поэтому и малыши хорошо развиваются, им хватает всего, молоко жирное, питательное, полное всевозможных микроэлементов, витаминов и прочее, прочее. Вот они все бегут, бегут, бегут за своей сиськой. Подписывайтесь на канал, огромное спасибо за просмотр, следите за нами и за нашими питомцами. Щенки на резерве, можете звонить, бронировать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok